Всем привет! Ну что, начинаем наше новое видео. Сегодня утром проснулась и обратила внимание, что у нас уже во дворе зацветает чайная роза. Я так хочу пойти пройтись, а потом думаю, не! Еще сегодня немножко дома посижу, не буду выходить. И сегодня тему моего фейса я просто хочу закрыть и рассказать, что была причина, из-за чего я потеряла сознание, после чего это случилось, и отвечу на несколько комментариев. И тему вот этого всего мы закрываем. Сейчас одену очки, просто хотела вам показать, как я выгляжу. И меня пошло немножко уже на этот глаз свиняк. Сейчас очки одену. Футлярчик такой. Это я такие очки, это я очки покупала вместе с этим футлярчиком. Они мне так нравятся. А, и еще тряпочка к нему шла. Вытиратички. Складывается. И в сумочку можно носить, удобно. Так, что у нас сегодня, Владик, пошел на рынок? У нас сахар подорожал, кстати. Если раньше мы на рынке, там 5 килограмм продавалось, это всегда была выгодная цена за 130 или за 140 гривен. Вот в последнее время было. Ну, по крайней мере, ну, недели две назад, да. То сегодня 180. Владик потом пошел в сельпо. В сельпо сахара нет. Только ценник 26 гривен. Он спросил, будет ли сахар. Сказали, да, будет. Чуть позже, но по какой цене, не знаю. То ли по 26 таки останется, то ли другая цена будет. И он зашел в варус. В варусе по 32 гривны. И он взял 2 килограмма сахара. Еще я попросила его зайти в аптеку. Тася мне вчера советовала. Говорит, Таня, хороший сбор такой. Мясо мелиса ромашка. По одной чайной ложке на стакан кипятка. Запаривать и на ночь пить. То успокаивает. И сон хороший. Но, честно говоря, я не сильно страдаю бессонницей. И тем, что я не могу уснуть. Но то, что переволновалась, это да. Из-за чего я... Кстати, я ж удачно упала. Да, меня только дошло. Потому что, по большому счету, я бы могла так упасть, что, не дай бог, зубы себе выбить. Тем более на ванну вот этот вот. Я могла бы руку-ногу поломать. Еще там что-то. А так синяк, да, ерунда. Пройдет. И это пройдет. Ну, из-за чего это было? Во-первых, да, то, что я немножко перенервничала в дороге. Но это для нас уже обычное состояние. И оно никак не могло на меня повлиять. Но, приехав домой, я сразу как бы узнала. Мне позвонили, сказали, что был ракетный прилет и погиб наш знакомый. Просто ночью, просто спал. Просто вот так. Это там, где не идут боевые действия. Это я хочу ответить на комментарий, который мне вот задали. Я понимаю, что это люди с России мне задали этот комментарий. О, этот вопрос. Нужно быть смелее. Чего ты боишься? У вас же не идут боевые действия. Велкам в Украину. Давайте вместе будем учиться не бояться. Потому что давать советы, что нужно бояться, чего не нужно бояться. Очень, очень легко. Когда ты не в этой шкуре. Поэтому, да, у нас в нашей области не идут боевые действия. У нас не стреляют с танков, пистолетов, всякого вида ружья. Но по нас летят ракеты. И летят они, эти ракеты, в школы, в больницы, в жилые дома. У нас погибают маленькие детки. У нас погибают мирные жители. Но у нас не идут военные действия в нашей области. Но есть, знаете, такая категория людей, которым бесполезно что-либо объяснять. И я полностью вот сейчас, ну вот прямо в точку слова Марка Твена, господи, я уже заговариваюсь. С кем мне нужно спорить? Это бесполезно. Единственное, что раз вы уж написали такой комментарий, я вам отвечу, что живите своей жизнью. Следите за тем, что вы боитесь, чего вы не боитесь. И не нужно давать советы в том, в чем вы не разбираетесь. Вы даже не пытаетесь вникнуть в суть. Вы даже не знаете реально, что происходит в Украине. Но вы пытаетесь учить на жите, рассказывать, как правильно, как неправильно. Но это позиция тупости. Мы в Украине живем своей жизнью. Мы никого не захватываем. Мы никого не бомбим. А сказки вот эти вот, которые вам навязали, а у вас даже нету желания узнать правду, узнать, самим разобраться. Вам то, что дали схавать, вы то схавали и начинаете другим этой отрыжкой говорить. Не стоит этого делать. Ну, по крайней мере, все. Нет, все, забыли, проехали. Это бесполезно. Дуб тоже дерево, но умеет право на существование. И, кстати, я так смеялась. Да, я смеялась. У меня вот тут, где был ушиб, немножко начинает, тут чесался. А когда чешу, оно попаливает. В рекомендованных попалось видео там одной русской блогерши. Нафига оно мне попалось? Оно и взбесило меня, ну, прямо говорю, и заставило засмеяться. Всем привет! Мы из России! Блядь, что? Извините! Люди даже не понимают, что у них нет ума придумать что-то своего. Они все берут то, что придумано в Украине, и в то же время Украину учат жить. Я хотела ей там написать маневу. Даже близко. И потом зашла в историю и нажала удалить историю просмотра. И потом, когда мне в рекомендации опять вылезло вот это видео, ну, видео этого канала, но уже другое видео, я там, есть функция не рекомендовать видео этого канала. Думаю, не-не-не-не-не, все. Хаю тоже вот, она там стоит в библии, какой из Кровы, рассказывает про героев второй армии мира, и какой офигенный Путин, при этом сыт Крова, думая, о, о, вот так вот и надо, о, вот то правильно, вот то как раз место про героев и рассказывать. Не, ну, просто люди этого не поймут, поэтому это бесполезно рассказывать, но, да, повеселило меня это. Поэтому вот так вот, мои хорошие, не просто так у меня был этот обморок или я потеряла сознание, это было нервное потрясение, я не ожидала за Андрюху, что такое, в принципе, может быть, это замечательный человек, русскоговорящий. вообще на нацика не похож, я даже не знаю, кто такие нацики, там в России больше в этом разбираются, кто такие нацики. И да, по поводу наших уточек, у меня вопрос, вот вы же смотрите меня с России, я же по аналитике канала вижу, скажите, пожалуйста, хоть один наш гусь долетел на территорию России, хоть сырнул где-то, чтобы хоть не так обидно было, потому что, ну, настолько вот этот вот маразм иногда, тот, который вот мне пишут в комментариях, я ж почему, я ж на комментарии сейчас отвечаю, это ж то, о чём я думаю, я не всегда буду говорить, потому что мои мысли могут знать только мои близкие люди и мои подписчики, которые меня понимают, когда они задают вопросы, я им отвечаю в личные сообщения, или в комментарии, это не важно. То они гусей ловят, то они нациков ловят, мы не можем понять, кто такие нацики, где у нас эти гуси, что за лаборатории. Знакомый пишет с Мелитополя, ещё когда связь была, но сейчас крайне редко так бывает, пробивается, говорит, у нас пошла Мелитопольская черешня, говорит, мы собирали, говорят, рашисты, говорят, у нас позабирали, да, в Мелитополе так и говорят, рашисты, говорит, у нас позабирали, говорят, черешню вывезли, говорят, мы не знаем, куда её вывезли, это Мелитополь, и сказали, мы продадим, потом дадим вам процент, или, ну, куда-то там они её отдадут, им дадут деньги, и они это офигели вообще. И вот видео мне попадалось, девочка с Мариуполя, девочка с Мариуполя, ну, молодая мама, она говорит, у нас, говорит, забирают троллейбусы с Мариуполя, которые погладили, почистили, люди без жилья остались, ну, не все районы, но большая часть, говорит, они наши новые троллейбусы, говорят, они вывозят в так называемый ДНР и ЛНР. Я думаю, а что же за 8 лет так Россия ничего так и не дала этим левным ДНРам? И я помню, что я ещё могла когда связаться с Херсоном, со знакомой, тоже за Андрюху рассказала, что произошло. Это наша общая знакомая. Ну, и с ней мы можем говорить так. Я говорю, что действительно страшно, что происходит. Вроде бы и нет вот тут вот войны, вот глянешь в окно, а часто и сирены, и ты не знаешь, сейчас прилетит или не прилетит. она говорит, Таня, ты понимаешь, вы живёте в Украине, вы уже счастливы, мы, говорит, оккупированы. Говорит, мы видим, как с Крымом массовку привозят, говорит, и записывают тут ролики, а мы смотрим в окно, говорит, и это не наша Украина, это захват, это оккупированная территория, но это мой город, а я не могу выйти, потому что я брезгую вот этими людьми, которые вот там вот ходят. Поэтому, говорит, ты на территории Украины живёшь, мы так, говорит, ждём наших. Партизаны помогают во всех оккупированных территориях, поэтому, ты, говорит, в окно посмотришь и ты увидишь, говорит, Украину, а, говорит, а мы видим, это расистов, от которых, говорит, нас это тошнит, и нас особенно тошнит, когда на площади записывают вот эти вот показательные видео с Крыма, которые приезжают, вот массовка. Хотя, кому я это говорю? Бесполезно. Бесполезно.